всем привет всем привет сегодня поедем заводу ковск машину переобули в зимнюю резину сейчас надо купить детям зимнюю обувь потому что дети выросли ноги растут быстро и еще мы заедем парикмахерскую парикмахерскую и по магазинам погода сегодня весенняя можно сказать снег начал таять дети улазили что ли здесь все раскидали опять снег на крыше вообще много снега скатывается с крыши капает уже часть свалилась скрипка насколько сюда не эту тележку сюда подкатили она же это засыпет есть по прогнозу погоды смотрел на следующей неделе тепло должно быть что начну потихоньку делать крышу если дождей не будет то это конечно хорошо но только грязище на она будет поэтому Подъезжаем к Золуковску. А тут такая красота, тоже снега много, в лесу вон снегу сколько, как будто у нас полосой шел, где-то снегу много, где-то снегу мало. Ну давай, какую ты хочешь? А что он хочет? Открыть. Что-то плохой замок такой, не очень. А зачем замок, когда можно просто наделать? Вот такие же покупали, но они в ноги не мокли вообще, а не и не мокнут. Смотрите как хотите. А это что? Есть другие какие? Ваня выбрал вот такие себе. А давай ты с восьмой. Посмотри. Я нашла красивые. Какие? Вот эти. Да? Красивые? Нет, вот эти. Удобные. Да, вот эти вот они. Мерио? Да. Вот. Вот. В садке. Ага. Ну-ка, теплую. Да. Не знаю. Сейчас мама посмотрит, что она скажет. Приехали домой. Приехали домой. Уже управились. По-быстрому. Накрепили поросят. Все показывай. Какие покупки детям. Какая обувь. Это Наташа выбрала. Такие вот себе. Модные. Мы конечно. Были против с папой. Но. Потому что. Светлые. Если будет зима. Да. А то сейчас слякоть начнется. Будут выходить в моих крышевках. Старых. А эти даже мы будем. Ну ладно. Наташи понравились. Они просто. Она хотела на высоких каблуках. Или как они. Подошве. Каблуках. Вот. Это значит. Матвей. Это Матвей. Тоже долго. Выбирали. Вообще. Очень долго. С Ваней быстро мы выбрали. С Ваней быстро. Это Ваня. Вот. Ванили. Ну. Оденьте. Одевайте. Примеряйте. Там уж на 10 раз примеряли. Матвеечки. Купили. Тридцать. Такой. Угу. Что на маленького. Что на постарше. Цена все одна. Две. Там. Две сто. Две четыре сто. Две пятьсот. Угу. Ну что так вот. Теплый. Тут мех. Ну тут очень мягкий такой. Угу. И. Кстати. Вот. Наташа взяла. Там. Мех не такой сильно. Толстый. Вот. У Вани толстый. У Вани хороший. Теплый. Главное. Как сказать. Что. Чтобы красиво было. Да. А тепло. Это потом уже. Главное. Сейчас тепло. Но это. Это до школы добежать. Школа недалеко. Все равно. Или там. Куда-то поехать. Тоже из машины вышел. А дома. Сочи. Их не будет. И перчатки. Во дворе бегать. Перчатки еще взяли. Это Наташина. А это. Сами тоже выбрали. А что ты Ваня. Такие чарники выбрал. Там сбоку молния есть, так что шнурки не буду так часто завязывать один раз, завяжут и все. И у Вани тоже молния. Ну что, мне вот такие нравятся, вот такие вот. У Вани вообще хорошие. Их просто тряпочка обшеркал и все. Грязь смывается легко, они может и гладкие. А Наташе придется самой своей кроссовке. Я ее сразу же предупредил, если купим, значит будешь сама ухаживать за обувью. Надо ты сейчас самим ухаживай. Так вот, Наташа, она сейчас стала выше. Она еще выше меня стала. А что, ты стоишь нормально? Да. Ну, да. Чуть-чуть выше даже немножко. Она специально, наверное, из-за этого и хотела купить такие, да? Или что, модно сейчас так, да? Главное, чтобы в объеме было удобнее. Довольны? Да. 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 Это хорошо. Будем делать курицам перегородку. Перегородку, да. Подвезли строительный материал. Уже напедили по размеру доски. Там уже тоже подготовили, можно сказать. Сейчас осталось приколотить. Ладно, подвезли. Здесь у нас тоже все завалило, да? Угу. Богов даже сегодня на улицу не выходит. Багона закыли, чтобы он нам не мешался. Вот кулочки ходят. Переделали кормушку им. Чуть-чуть поменьше сделали. Это до этого. До яиц. Вот здесь им прорезали лаз. Они будут из этого помещения попадать сюда. И все. А вот здесь вот будут поросята жить. Лампочку поставим еще. Так. Тут все прибьем. Опилок. Сено насеем. Ну. И все, и нормально все будет. Может эта кормушка, я уже думаю, у вас забрать можете ее? А зачем? Больше места будет. Твоем и так, мне кажется, хватит. Можно и разобрать. Ладно, пусть стоит. Угу. Тут, значит, досок приколотили. Сейчас на какое расстояние? Вот где-то сделаем так. Угу. Потом у нас тут решетка будет. Здесь тоже доску приколотим. А посередине вот здесь будут решетки у нас. Я думаю, вообще возьмем старые решетки. Вон там валяются везде. Посмотрим, хватит их, нет. Возможно, их не будем даже, может, покупать. Да? Ну. Курицы поднять не могу. Что творится здесь? Да. Пока вот переделывали вот здесь. Покажу вам. Кормушку эту. Вот эти доски, они старые стали, но они такие твердые. Крепкие. Я вот гвозди, пришлось просверливать в них отверстия, чтобы... Гвоздь забить. Но... Но еще гвозди старые там попадались. Да даже новые гнулись. Твердые очень. Я отверстия просверливаю раз, потом уже гвоздь заколачиваю. А так никак вообще. Как они так, да? Угу. Из дерева из какого-то такого сделали. Нет, со временем, что они это... Вроде их как набрали такую прочность. Наверное. Я, наверное, куриный помет удобрил их. Эти доски сделал крепкими. Давай вот так вот ногой придави, а я буду колотить, чтобы она не отжимовала. Вот так. Здесь, получается, бросятка будет с той стороны, да? Угу. Сидеть у нас. И они, если даже захотят... Что-то сломать. Да, они не смогут, потому что доски сделаны вот так вот. Нормально будет. Все, сейчас будем так колотить, потом покажем, что... У нас получится. Там курочка садится, то и она сквастись хочет в кормушку. Потому что кормушку разобрали. Сейчас надо туда им сено принести и положить туда сено. Сегодня на ночь надо будет сделать, опустить. Ищика положила надо забрать домой. Одеяло теплее будет. Гвоздь куда-то упала. Да, не, гвоздь еще один. Куда она упала? Может, какая-то кормушка, что ли? Какая-то щель. Что-то лучше. Так, еще хуже, да? Или у нас вот так вот лучше? Нормально, да. Так вот. Вот. Доски это старые. Понятно, мы не новые здесь будем использовать. Сейчас из старых запасов берем. Что-то ветер воздувается какой-то. Это еще наши помидорки. И все поугадим. Сегодня у нас суп куриный. Капуста. Капуста. С мясом. С наховкой. Здесь готовили не плохо. Но съели. Весь съели, да? Весь съели, да? Быстро. Угу. Наташа собирается в школу. Погодка. Вообще сейчас тепло стало на улице. Тает все. Угу. Капуста. Тебе только что дали. Она уже съела корм. И супик такой. Вкусненький. Вчера Маша стряпала эти трубочки. Сейчас покушаем и поедем в строительный магазин. Надо будет решетку купить для куриц. И доделать там курятник. Чтобы уже готов был. Чтобы потом просто поросят запустить еще когда холодно уже будет. Сейчас тепло пока. Пускай там живут. Они там мы им сейчас столько сено наклалили. Я сегодня там захожу. Они себе там ямку такую. Круг. Гнездо сделали. Гнездо сделали. Закрылись под этим сеном. Я захожу их нету. Потом. Сени, сени. А у них одни уши такие из-под сена. Так. Наши еще так интересно. Уши наверное как-то так лежали. И сена так. Так. Взять. И уши одни такие. Это снимать надо было. А потом вылезли. Паши такие. А еще у кого. Так время было уже 8 часов. А они только. Что ты пришла к нам? Вот сюда. Разбудила нас. Да. Ладно. Всем приятного аппетита. Будем кушать. Я буду кушать супик. Маша решила капусту поесть. С поменялками. Ну. Сегодня у нас плюс 1 градус всего. Там покрупнее вот это. Угу. Голову будет высовывать. Тут не будет высовывать. Такой вот метр. Возьмем да и все. Все купили. Решетку. Еще купили гипс. Печь. Надо немного там подремонтировать. Вот. Водичка застыла как в машине. Ладно. Сейчас поедем. Что-то посмотри. Удлинитель и такие дорогие. Ну. Надо удлинитель новый купить. На кухню. В другой магазин заедем посмотрим. Ну. На кухню. Субтитры сделал DimaTorzok Получились вот такие две решетки Осталось прикрутить только Курятник готов Поставили решетку Теперь можно заселять поросят Сейчас пока тепло Пусть на улице Потом попозднее Как начнут только холод Мы сразу от пива к сено Настеем Когда пропиливал здесь Эту дырку Вон Маше как Выпилили сначала две доски Потом уже начали вот эту строить Потом я смотрю Блин, говорю Маша, а как яйца-то будем доставать? И Пришлось третью Пришлось, да, третью Еще побольше сделать проход Это хорошо Это Я замечала Они по верху не ходят Они хоп Под низ и пошли Сначала хотели по верху сделать А потом сделали вон По низу еще Тоже Хоп Они Это я у них тут подскрабрировала Все Они все это лапами Че? Нанесли обратно Все раскрабрили А потом опилок им Надо будет насыпать Они уже все на место садятся Метель такая была И даже сюда снег замело Обычно здесь у нас нету снега Есть, но не так много А тут вообще все снегу было Замело Метель была Не знаю Ах ты так Аккуратно Сколько здесь Что там у нас по градусам Три градуса что ли, да? Или четыре 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 градуса Плюс четыре Купили новый градусник Сегодня Я его сюда решил поставить Потому что чтобы солнце Солнце, чтобы на него не падало И не нагревало И он показывает Как температура какая есть Что с солнцем не нагревается Ладно, пойдем пить чай Начал прикидывать Как я буду делать крышу Вот первую доску Вот первую доску Разместил И мне кажется склон не сильно такой крутой Получается Что я думаю сделать Вот здесь вот я Очертил линию Красную Вот если вот так Это распилить Склон получится Покруче немного Наверное так я и сделаю Вот по красной линии Отпилю И все Здесь значит тоже думаю Сколько отступать от стены Сделать надрез Либо вот здесь Но это мне кажется маленький Получится вот этот Вот сбоку будет козырек Я думаю надо вот так вот Разрез делать Вот чтобы с такое расстояние Потому что Вот у этой крыши Такое примерно Вот так вот надо будет Разрезать Вот так она разрежется Не до конца конечно Посмотрим И Под нее Засуну еще один лист Железа А потом уже Сюда Тоже лист пойдет Как думаете Вот так обрезать Посудово Это маленькое Совсем получится Вот так вот я думаю Вот так вот думаю обрезать Либо еще выше поднимать ее Здесь я ее приколотил На один гвоздь Может вообще вот На эту Вот до сюда Вот так поднять Может я вот так-то хотел Вот эту вот резать Вот эту доску Вырезать И еще туда повыше ее сделать Получится так Нет, получится-то получится Только Ну Тогда нормальный будет спуск Может тогда и там не надо будет обрезать Надо короче попробовать Наверное Эта доска все равно Большой роли не играет Если я ее уберу Нормально будет все равно Маша готовит обед Что сегодня будет Гречка Гречка, говорится Давно не ели гречку Ну я еще свобил глист немножко Потому что Матвей не ест Гречку Мясо поставим Жарить Потом добавлю сюда московку Лук И все гураш будет В речке В этом году Лето как-то быстро пролетело Вроде бы ездили два раза на юг А все равно, да? Раз-раз Ну еще ездить-ездили Оно бы отдыхалось бы Может быть и почувствовалось А мы все там работаем Здесь работаем А она всегда же так Что ета быстро пролетает Почему-то Незаметно Нет, бывают года Нормально как бы А может нинча ета здесь не было Сина же жары не было такой Как вот за прошлый год Что жара стояла А нинча так Значит надо больше отдыхать Куда-нибудь на рыбалку В лес почаще Надо было ходить Мы всего Сколько Несколько раз В лесу-то были Ну Раза три, наверное За груздями Ходили Сколько раз Два раза Да И за белыми ездили Два раза А, два Нет, второй раз Там ничего не собирали Один раз Только удачно Но вот четыре раза получается Незаметные субы Ну На юге еще на море купаются Ну, в октябре Не офигура даже 24-25 градусов Как и этом Сегодня тоже У нас сегодня Снег тает Но так-то солнечная погодка Ну так текло сегодня Не скажу, что холодно Как вот вчера было, да? Здесь вот растаял практически снег А что считать? А смотри Два котенка Куда залезли И на что они Сдурели Барон Еще девутся Смотри Смотри Ну, они дают Это вообще Еще такое Это цирк бесплатный Куда забрались, а? Делать нечего А что им делать? Барон в вольере сидит А я потому что Матвеич как будто сихо упадет Еще надо его закрыть Чтобы он не прыгнул на него Я его и закрыла Никому не нужны котята Мы бы Если тут куда-то вам ученку Мы бы сами привезли Там по пути бы поехали И завезли бы Так они игривые Вот Все это Скоро уже Новый год Незаметно подкрадется Все, считай Еще День с октября 26-го Дети, считай На каникулу Пойдет до 4-го ноября И все Там 5-го и какого Ноября Они считают Школу выйдут А там быстро Пойдет Все Декабрь всегда Я говорю Уже новогодние Все продают А, да В фикс прайс Заходили Там уже Все Да, везде И в сетополе Тоже уже есть И в этом Добассейне Новогодние Голочки Всякие Уже Все Кладают А, у нас Хватит Так Можно Что-нибудь Обновить Ну В смысле Что Не глобально А так Выборочно Если Что-то Интересное Попадется Ну Мы что-то Смотрели В фикс прайсе Да Ничего Такого Оригинального Я не увидел Сюда Что-то Новогоднее Это Убрать Новогоднее Еще Будет Сделать Там Елочки Продаются Сбоку Сюда Так Елочку Поставить Да Может Какого-нибудь Маленьких Таких Снеговиков Можно Из ваты Так Что-нибудь Сделать Туда Поставить Так Домики Продаются Всякие Так У нас Есть Домики Новогодние Ну А Где Они Там Наверное Стоят Птичек Высматривают Снежинка Слезла На Забор А Бэтмон Еще Там Сидит Жарик Точно Как Бэтмон Маленьких Небольшой Туда Его Засуну И Нормально Здесь Соединится Он пойдет Подниз Туда И там Наверное Его как-то Загну Чтобы вода Не стекала Туда Там Посмотрим Вот В принципе Неплохо Как-то Что-то Начинает Вырисовываться Так Я Приблизительно Поставил Здесь Буду докладывать Кирпичи Сейчас Начну Вот Здесь Потому Что Мне Надо Вот До этого Уровня Здесь Поднять Стену Вот В принципе Ориентир У меня Вот Эта Доска Вот На этом Уровне Должен Быть Потолок И Потихоньку Он Будет Вниз Идти Вот На Этот Уровень Вот Так Вот Я Решил Сделать Чтобы Было В Одном Стиле Все Чтобы Одинаковый Был Потолок Во Всех Помещениях Потому Что Если Здесь Потолок Ниже Делать То Значит Дверь Уже Большую Не Поставить Здесь Дверь Не Сильно Высокая Стоит Тут И Проводка Идет И Короче Нужно Оставить Как Сейчас Здесь Есть А Только Поднять Вот Эту Часть Будет Подниматься Сейчас Довожу Сюда Кирпичи И Решил Боковой Этот Фронтон Выложить Из Кирпичей Чтобы Он Кирпич Ну Вот Из Газоблоков Вот Этих Будет Не Досками Там Обковачивать А Кирпичи Будут Посмотрим Что Получится Тут Сразу Приготовил Еще Одно Стропило Решил Я Их Все Таки Подрезать Здесь Уже Наметил Надо Будет Отрезать Вот Так Вот Склон Такой Же Получился Примерно Как И На Той Крыше Здесь Стропило Подрезал Оно Немножко Круче Стало Я Вот Только Забыл Гидроизоляцию Нужно Ложить Под Мурлат Или Нет В Принципе Гидроизоляция Нужна Чтобы Влага Из Фундамента Не Поступала На Стены А Здесь Откуда Она Будет Поступать Непонятно Нужна Ли Там Гидроизоляция Если Вот Так Рассудить Но Я Видел Что Люди Делают Гидроизоляцию Можно Положить Рубероид Вот Можете Написать Нужна Ли Гидроизоляция Под Мурлатом Или Нет В Виде Рубероида Там Может Специальную Какую-то Еще Используют Но Если Что Я Буду Рубероид Использовать Вот Здесь Вот Так А Сейчас С той Стороны Обойду Это Тоже Крыша Не Сильная Такая Крутая В Принципе С нее Снег Скатывается И Здесь Вот Так Так Это Все Я Сделал Не Капитально Еще А Так Чтобы Посмотреть Примерно Приблизительно Как Это Будет Выглядеть Ладно Буду Делать Дальше На Сегодня Буду Заканчивать Ролик Всем Пока До Новых Встреч Ворон Грязет Косточку Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует